Участниками форума стали старшие по домам чиновники, курирующие вопросы ЖКХ, представители управляющих компаний. Одна из целей – обсудить острые вопросы, выявить причины проблем и способы их устранения. И тут уж несложно догадаться, что основная масса негатива со стороны населения была в адрес не справляющегося со своей работой регионального оператора Дюртюлей Мелио Водстрой. И это на сегодняшний день признают в том числе и чиновники. Из всех рекоператоров, которые у нас есть по рекорду Дюртюлей Мелио, один рекоператор, как раз вам не повезло, работает хуже всех. Он не работает. Вот, видите, даже не работает. Руководители администрации не скрывают, что проблема переполненных мусорных баков реально существует. И её можно избежать, если вывозить мусор ежедневно. Но этого не происходит. И администрация продолжает работать над этой проблемой. Очень множество вопросов мы услышали от населения. Но все эти вопросы мы взяли во внимание. И в свою очередь, своевременно будем реагировать на эти вопросы. Составился очень такой позитивный диалог с населением. От населения присутствовали как управляющие организации, так же представители домкомов и старшие по домам. Вопросы касались в основном твёрдых бытовых отходов. Но, понятно, и руководителям регионального центра общественного контроля работа регионального оператора бюджетного строя была признана неудовлетворительной. В свою очередь администрации района ведётся тоже работа по устранению нарушений. Составляются акты, представляется и Министерство экологии. И эта работа на сегодня не останавливается. Мы видим, что у нас творится на улицах. В рамках форума гости из Уфы рассказали об эффективных и реально рабочих формах управления многоквартирными домами, правах и обязанностях собственников и управляющих организаций. В жилищном кодексе предусмотрено три формы управления многоквартирными домами. Первый – это управление управляющей компанией. Есть форма товарища собственников жилья и есть форма непосредственного управления. Ну, честно говоря, такое непосредственное управление, я считаю, посредственным. Самое хорошее управление многоквартирным домом и хорошие показатели благополучия дома – это, конечно, товарища собственников жилья. Ну, вторым идет по понятию – это управление управляющей компанией. То есть то, что жилым фондом должны управлять профессионалы, это мы сами знаем и надеемся на то, что вот те управляющие компании, которые у вас есть, и получили они лицензию, а с 2014 года они обязаны получать и управлять нашими домами только при наличии лицензии. Это уже вот организации, которые профессионально и серьезно должны этим делом заниматься. А уж наше дело общественникам, смотри, затем, как это дело, работа ведется. В ходе форума обсудили ряд вопросов по содержанию и капитальному ремонту жилья. Все замечания и предложения были собраны для дальнейшего анализа и работы. Протокол об итогах проведения форума будет опубликован на официальном сайте администрации района.